Алло, здравствуйте, друзья! Мы в Красном Хуторе. Вы видите мой телефон и видите это объявление. Это лекция, мастер-класс состоялась. Я посмотрел уже запись его лекции. Это все состоялось. Был в шоке. Настоящий шок. Оказывается, простой мужик. Если вы увидите простую русскую речь, фамилия, правда, у Николая сказать, что русская не совсем, но нормальный мужик в Подмосковье. Нормальным языком, без всяких, ни одного термина, который не знали его односельчане, которые присутствовали при этом в клубе. И вдруг я понял, для кого я работаю. Вот это было для меня феномен. Это сенсация. Простой мужик рассказал 20-30 агроприемов железовских. Он, наверное, десятки раз фамилию железов повторил. И я понял, что это один из самых, в отличие от ученых, которые не хотят ничего нового знать, именно нового. Он впитал в себя все самое ценное, современное. Я считаю, что садоводство по железу, оно действительно отличается до 100%. Вот. И он это все впитал. Ну, и тогда я сказал себе, давайте я буду ходить, ходить, ходить по саду. Вот. Потому что, наверное, Николай, он не один такой. Пошли по саду. Вы видите, как сад заросший. Вот. Сломалась бензокоса. Вот там лежит у меня сломанная коса ручная. Пока так. И прошу не удивляться. Вот. Вот это все, что вы видите, это плодородие почвы. Отсюда не была убрана ни одна скошенная травинка и ни один упавший листочек. Вот. Давайте смотреть на все подряд. Давайте, давайте. Вот. И что-то еще отложится в чей-то народной памяти. И это будет великолепно. Давайте носим отсюда и пойдем по кругу. Итак, вишня сибирская штамбовая. Вот она начинает окрашиваться. Вот эта мне прививалась. Она будет кисло-сладкая. Кто-то, у кого пониженная кислота из желудка, с удовольствием будет есть ее горстями. Но в основном это соки, компот и варенье. Это корневой отводок. Ее папа, мама. Это вот. Сейчас покажу. Где этот пень-то. Пень-то. Вот он пень. Вот он. Вот. И когда вот такой пень появляется вместо мощного дерева, все это стимулирует мощные приросты, которые я называю корневой отводок. Вот они. Видите? И что вы думаете? Один корневой отводок залез и сюда. Не поднялась рука его срубит. Мол, что ты лезешь, куда они просят. Вот. Тогда я понял судьба. И привил на него черешню. Видите? Значит, задача двойная. Черешня будет обеспечена невероятной моростойкость до минус 50. Вот. Ну, в среднем уже, наверное, не 50-45. Они же, вишня и черешня, становятся гибридными братьями и сестрами. И я надеюсь, что будет гораздо слаще. Вот здесь. Вишня, казалось бы, полудикая, сибирская, я так называю. Это потомки столыпинских переселенцев. Вот. Из тех краев, где Мичурин жил. Так. Но она будет вкуснее, чем эта же вишня. Вот она. Видите? Вот этот момент отметили. Ну, покажу еще одну прививку. Мне не жалко. Вот. Ее уже придется выручать. Смотрите. Вот здесь я упустил момент. Вот она прививка. Видите? Торец загнивает. Вот. Но не возьмешь черенок, как продлишь рот. А ведь второе поколение, я вам сейчас покажу, приживается лучше. Итак, вот эти вот, где моя рука, где моя рука, ох, сейчас, секундочку. Где моя рука, вот здесь они будут отрезаны. Угнетаться будет вишня. Вот. Так. И таким образом вот так вот будет угнетаться часть отрезанных. Вот так вот. И тогда останется, не наклон будет, а просто сильная обрезка. Чтобы дать простор черешне. Вот этот момент посмотрели. Вот. И идем дальше. Идем дальше. Вот эти корневые отводки можно тоже прививать. А можно их пересаживать и продавать. Вот. Или расширять питомник. Вот. Смотрите сюда. Видите? Еще одна черешня. На вишню. Вот. Сейчас по другой стороне встану и покажу. Вот видите? Вот сюда было сделано. Так получилось. Это особый случай. Мне даже, наверное, присесть придется. Вот. Присесть придется. Смотрите. Видите? Вот она. Прививка. И оказывается, это не прошлогодняя, свежая, раз я пленку не снял. Просто сильно хорошо пошла. Итак, еще одна. А теперь потомство. Как это выглядит? Итак, я уже взял те, которые прижились. Они уже себя лучше чувствуют. Я беру вот такой вот побег. Ну, где он тут? Ну, вот такой, но чуть раньше. Этот уже поздно прививать. Да не поздно. Просто руки не доходят. И этот можно перепривить. Так. Но следующее поколение уже приживается 100%. Не верите? Посмотрим. Вот. Смотрите сюда. Один. Вот как. Еще запущено. Видите? Как все запущено. Прижился? Прижился. Вон. Сегодня будет отвязано. Сегодня тема. Когда отвязывать? Сегодня 16 июля. Вот это будет отвязано. И свободный рост. Итак, черешня. Уже четвертую нашли. Идем дальше. Получилось уже 100% приживаемость. У меня был год, когда из 10-ти 10 мертвых. Да, я с этого начинал. Хотя, скиньте мне камень, если я не умею привать. Вот. Но то было другое. Другие совсем. Сибирская штамбовая вишня. Видите? Сейчас осталось вот эту пленку снять. Вот эту вот выпрямите. Пусть себе растет. И теперь я буду угнетать уже. Уже мешать им будут. Нет. Я пересажу. Бороться с этими гигантами. А знаете, что здесь? Есть все подряд. Огромная вишня Сибирская штамбовая. Еще одна. Молодая. Корневая твой. Такой она вымахала уже. Ой-ой-ой. А сколько плодов. А как до них добраться? А вымахала уже метра восемь. И, наконец, может быть, самая крупная в Сибири ирга. Вот. Я редко к ней подхожу. Я редко на нее смотрю. Ну-ка, 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 показать ее во всей красе. Попробую. Мы же обход делали, правильно? Смотрите. Вот это гигантское дерево, которое на кучу деревьев расползлось. Высотой 10 и более метров, это и есть ирга. Пользуя от нее уже никакой. Вот. Просто я хочу, чтобы ученые знали, как нужны рекосмены. По возрасту, в Сибирске именно. По морозостойкости. Вот. По вкусности плодов. Пожалуйста, приезжайте. У меня одни рекосмены. Итак. Видите, вот эту вот. Можно привить вот эту. И так приживаемость 100%. Ладно, еще одну покажу. Я начал с нее, а потом схватил себя за съемку. Вот эту вот сейчас снял пленку, выпрямил. Вот. И так как это учебный фильм, внимание, я прямо исхожу иногда злобы. Смотрите, что получается. Нет, отсюда себя удобнее показывать. Итак, каждый раз, когда вы, а это вынужденная мера, это, потому что это прививка, это почка взята с боковой ветки. И расти должна как угодно, вот как я показал, да. Ну, вот это вот, например, видите. Как хочет, так растет. Это ее право. Когда мы насильно втыкаем коле, привязываем веревки и выпрямляем, что мы получаем? Листья перестают работать на фотосинтез. Ни один человек за сотню лет, когда, за полтора-ста лет, когда идет, все это стало уже, как это назвать-то, все это перешло в газеты, в журналы. Теперь перешло это на телевидение, потом перешло в интернет. Что вы творите, ребята? Вы понимаете, что вот выпрямил, вылезть теперь, не работает. Все. Вот, смотрите. Это вынужденная мера. Но никогда не делайте насильно там, где этого не требуется. Растет себе Бог, и пусть себе растет. Исключение только, когда мы закладываем новый саженец. А потом уже не подходите к нему. Еще раз. Это фотосинтез. Это отсутствие фотосинтеза. Думайте, когда меняете направление листьев. По поводу и без повода. Чаще без повода. Ну ладно, посмотрели. Вот это тоже корневые отводки. Видите? Это пошло вон на то сливок. Как до сюда дошло, оно шло метровыми шагами. Но попадало под косу. А здесь рука не поднялась. И вот мы имеем вишню. Продолжение этого дерева. Оно уже старое. Вот. Но оно еще дает. Но уже, конечно, по 15 ведер не дает. Видите, сухие ветки. Итак, оно пришло сюда. Пока нашло, я его вовремя спохватился и привел на нее персик. Персик долго болел. Почему? Я с него брал черенки. Видите? Вот эти. Долго болел. Но восстановился. И снова с него будут браться черенки. Пока его не убьем. Почему? Я продавал черенки персика по 300 рублей. Мне брали. Сергей Железов приведет и получится то ли полторы, то ли две тысячи рублей. А она иначе не выжить. Вот. Одна и по тем, как такая удавка на шею, что иногда хочется эту удавку самому затянуть. Кое-кому. Поэтому и цены. Ладно. В этом у меня, уже не у меня, моя племянница Юля набивала руку. Вот ее самая первая прививка, удачная. Это черный абрикос. Плодов на нем в прошлом году не было. И в этом. Хотя цветы были. А пылять некому. Он нужен только для того, чтобы с него взять черенки на прививку. Вот. А с плодами есть другие деревья. А здесь метод тыка. Ткнули, учил человека. Но не пропадать же добру. Так и осталось. Хотя, еще раз говорю, опылять ее некому. Это черный абрикос. Самый капризный на опыление. Теперь смотрите на цвет этого персика. Абсолютно здоровое дерево. Хотя собиралось умирать, когда мы скалечили его. Взял с него черенки. Вот, видите. Знаете, что там написано? Это уже, чтобы до конца было ясно. Для вас. Видите, написано. Персик Хасанский. Вот. Идем дальше. Почему? Вот у этого персика. Да, вот смотрите. Сливы сюда дошли, сюда дошли. Так. Вишни сюда и сюда. Вот те коля. Вишни эти. Они были привиты на них черешни. На эти уже пороха не хватило. Ладно. Почему этот персик светлого цвета? Скажете? Может быть черт такой? Нет. Тот же. Самый Хасанский персик. Но. Полубольной. И особо ему тут делать нечего. Вот эти огромные деревья закрыли от него солнце. Вот и вся причина. Вот. Я всегда сторонник простых решений. Когда. Я вынужден об этом сказать, ребята. Когда я открываю самые огромные интернетовские сайты, страницы. Там миллион подписчиков. Еще больше. Вот. Там часто люди задают другому вопросы. Одни не вижу. Задают другим не вижу. А почему у меня листья побелели? Вот недавно опять такой был. Вот. Почему побелели? И там начинается. Чего только не наплетут. Ну а потом опрыскать этим, а другой этим, третий этим, четвертый этим, пятый этим. Никто не может сказать самое простое. И никто никогда не говорит. Надо смотреть. Но здесь этого нет. Корневая шейка сгнила нет. Но другой такой будет виновата. Заглубленная корневая шейка. Об этом никогда. Сотни вопросов. Тысячи вопросов. Десятки тысяч ответов. Никогда. Никто ни разу. Про это не сказал. Никто ни разу не сказал, что что ты посадил, не отрезал половину крона. Он тебе чахнет. Корней это там было с Голькин хер. Вот. Этого никто никогда. А здесь простая причина. Вот она. Ну хотя бы в плане перечистите. А вас не закрыт ли? А в одном случае было. В метре от дерева посажено. Чахнет. И ни один этого не заметил. Вот. А я специально думаю. Вот с этого и начну. Вот. Тёмная окраска. Абсолютно здоровое дерево. Как этот не замерз, понятия не имею. Но всё-таки он слабее намного. Вот. Уже на нём. Вот они. Смотрите. Видите? Вот это муравей. Так. Вот. А это уже тля сидит. Вот она. Голубушка. Вот. Но. А на першика, как правило, тли не бывает. Они не переносят сок. Это. Только когда полностью потеряет персик иммунитет, вот тогда на нём могут появиться только тля. И вот первые признаки кучерявости. Видите? Ещё раз. Вся причина. Вот она. Вон она солнце. А сейчас знаете сколько времени? Сейчас примерно 12 часов дня. Вот там ГЭС, там юг. Оттуда и не все течёт. Вон она солнце. Посчитайте, что сейчас ну плюс-минус полдень. Да? И вот всё время вот это вот, она пойдёт солнце вот сюда-сюда. И эта крона на остаток дня полностью от солнца закроет. То есть только до обеда. Вот причина и начало кучерявости. Его здесь садить было нельзя. Но я не знал, что то, что скажу это. Ну что мне было делать дураку, если у меня земли не дают? Считай меня, что я гражданин России, не имею права на землю. Даже когда, ой, как вспомнил, что даже когда хоронишь, приходится оплатить. Как будто это. Даже трёх квадратных метров не заслуживал. Сейчас я вам покажу следующее. А потом опять пойдём по кругу. Так. Это всё тот же Андрей. Супер садовод. Я бы, знаете, что сделал бы с Андреем сказать? Я бы прислал спецназ. Заковал его в наручники. Вот. И в Академию наук, президенту Академии наук. А чтобы рядом сидел министр науки и ваше образование. И сказали бы. Андрей, пожалуйста. Вот. Мы не раскроем наручники. Если раскроем, то для того, чтобы ты подписал договор. Мы тебе платим каждый месяц 200 тысяч. 100 тысяч в Москве это не деньги. Нет, 200 тысяч для Москвы все тоже смешно деньги. Ладно, 300 тысяч, а ты приезжаешь в Москву. И берёшь и прививаешь деревья. Вот. Ну, твой этот, родственник и твой друг Сергей Железов. Ему надо побольше заплатить. У него же диплом есть. Вы бы могли бы в Академии, которая называется Тимирезовская, вырастить такой же точно сад, какой вы здесь вырастили. Вот. Я так мечтаю, чтобы за тобой наручники приехали. Чё смеёшься? Таких специалистов тю-тю. Вот. Ну, а мы перебиваемся по мелочам. Ну, подработать надо. Надо. А то я делал, знаешь, где находиться. 24 часа в саду. Ну, ладно. Это, у меня это наболело. Понимаешь? Вот. Мы чего-то стоим, но мы не нужны. Так. Не надейся, не приедут. И 300 тысяч в месяц не предложат. А то бы лучше бы 400. Я бы и не поехал. Я бы и не учителя. Нет. Это тебе так кажется. А когда наручниках поехал бы, куда бы ты делся. У нас с этим строго. Вот. А это, пожалуйста, джумбокот. Мой друг один из моих друзей прислал мне ветки. Ветки были плохие настолько, что прижилась только одна. Сейчас я для него показываю. Итак, вот она прививка. Я только начал снимать. Видите? Вот начал снимать, да? Вот бирка. Написано джумбокот. Если это сбудется, то вот эти две веточки, они через год дадут плоды 150 грамм. Ты, Андрей, больше 120 по-моему в руках не держал. Продолжение следует.